У нас кулинарное шоу. Да, кулинарное шоу. Ну и что, ты будешь готовить, рассказывай. Спагетти с конветкой. Ребята, всем привет. Мы сейчас вышли на улицу, как вы видите. Сейчас поедем в магазин, и Паша что-то делает с машиной, заливает туда какие-то жидкости. Какая она зеленая красивая. Вау! Вот это да, зеленая жидкость. Паша сходил на почту, и что же нам там пришло? Это провод на твой ноутбук. Ну, у тебя русская же розетка. И Дима мне засвидел, сказал, ты как еще русской пользуешься? Сделай американскую, вот видишь. Классно. Теперь у тебя тоже все будет шик и блеск, я надеюсь. А вот это что? Это скидки на буфеты, на всякие. Щита, тут щита, да. Как думаете, в какой мы магазин пришли? Костка. Не знаю, в последнее время наш любимый. И первым делом нам надо купить рыбу. А еще попробовать всякие штучки, которые здесь дают бесплатно. Вот там что. Сосиски. Ты не будешь? Мне кажется, у меня изжога начнется. Возможно. Возможно, так и наеду, возможно. Мои продукты. Здесь они вообще классные. Какие креветки огромные. Тунец. Что-то как-то не очень выглядит. Рыба-рыба-рыба. Вот, кстати, тилапия. Не знаю, взять нет. Ну что? Как вот ты определяешь, что это сочный, Вася, как форель, как персик селман? Я вот так вот. И вот это точно 100%. Так, это не очень. Давай там. Ну вот, как узнать, что он, типа, нормальный лососик? То есть, да. Да никак. Просто смотришь по цвету. Вот, смотри, вот этот порезанный, значит, не очень. Да, мне вот реально вот этот не нравится. В камере он, кстати, какого-то странного цвета. Смотри. Какой-то жёлый. О, всё, камера не скажет. Вот, смотри, чёрная точка не очень. Вот ничего тогда, неплохой. Ну вот смотри, здесь видишь конденсат? Это значит, что он воздух пропускает. И вот здесь, смотри, оп. Закрой. Это значит, что он скоро умрёт. Блин, не очень. Ну... Это надо искать с нормальной какого-то покрытия. Мне кажется, ничего страшного, что он пропускает. Может, вот это? Вот, а там снизу ещё же есть. Да. Вот это нормально. Ой, ой, не могу вытащить. Держи. Катя берёт сосиски-выручалки, которые, если она забывает разморозить мясо, выручают нас в этот трудный период голода Пашкиного. Смотри, что там готовят. У-ля-ля. Хочешь попробовать? Нет. Это они вот это мясо жарят. Да. Каталька. Просто на каждом углу что-то дают попробовать. Ну и рядом это как бы продают. Ну вот мы как сосиски такие взяли? Мы попробовали их? Да, нам понравилось. Да, мне кажется, вообще я так не понял, что я попробую. Тут просто на каждом ряду обычно дают что-то попробовать. И вон там, вон там, 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 везде. Катя ходит, кушает, короче, по кругу. Это у тебя вместо обеда? Что такое вкусное? Я, короче, раньше думал, что такие красивые помидоры только в рекламе. Оказывается, их продают. Чё? Я вот в России не видел таких помидорок. Или видел? Я не знаю. Ты просто в России по магазинам не ходил, наверное. Вот так ты меня решила сразу лохануть на... Просто на всех, на весь канал. Я хочу всю аудиторию. Вообще. Смотри, как красиво выглядит. Ля-ля. Хоть сырое ешь. Чё там по части фруктов? Мы арбуз берём? Не знаю. Чё-то мой последний арбуз съели-доели. Он прям огромный. Надо его восьмером есть. Но точно не вдвоём. А вы бы или поменьше просто? А, ну да, кстати, можно. Ладно, пойду арбуз собирать. Что мы ещё взяли? Салат, яйца, огурцы. Как-то у нас сегодня не густо. Не густо. О, знаешь, по-этипански. Мей густо, мей густо. Так, чтобы разбавить чуть-чуть энергетического напитка. Да, отличная идея. Как думаешь, вот если вот я возьму и вытащу последнюю коробку вот отсюда? Ничего не произойдёт. Вот отсюда. Вытащить, ничего не будет. Ничего не будет? Конечно. Давай я сниму. В смысле? Давай ты так делаешь. Ты же сказала, я вытащу, а вдруг я сними? Вытаскивай право. Ну да, а чё? Она не вытащится. Угу. Угу. Время я смогу вытащить. У меня она не вытащится. Хочу взять какие-нибудь орешки. Какой-нибудь микс. Так, здесь всё пока. Миндаль. Писашки. Так, вот микс. Есть не солёные. А это какие? Тоже микс. Какой взять? Этот или этот? Экстра фэнси. А это просто... А, это экстра фэнси. Чем они отличаются? Мне как-то вот этот больше нравится. Смотри, здесь есть фисташки, кешью, миндаль, пеканы. А здесь вот нету фисташек. Но есть макадамия. Блин, я не знаю. Как ты решила взять зелёную баночку? Они все поломаны? Ладно. Чем ты обоснуешь свой выбор? Нет, ты должна назвать причину. Мне нравится зелёная баночка. Цвету под цвет? Или тебе нравится чёрная крышка? Да, и чёрная ручка. Классный выбор. Здесь не дают пакеты. И всё складывают вот в такие коробки. И у нас ещё тут... Мы купили вроде немного, но... Вода много занимает. Арбуз. Мне кажется, Паше придётся сбегать домой раза 4. Вообще придётся сбегать. Ну ничего, мы подъедем прям близко к дому. И нормально будет. Да, наверное, воду сначала. Поможешь тебе? Да нет, я воду в слоу. Ну ладно. Мы решили, что нам надо ещё заехать в магазин Смит. Ещё надо купить хлеб, печену. Молока. Молока. И я надеюсь, что вам вообще интересно, что мы покупаем и едим. Весь мир должен знать о том, что мы едим. Мы, кстати, ни разу не были в этом Смите, но самое забавное, что мы сюда подъезжаем. И Катя сказала, ой, это же то место, где было по-разному. Эти на 4 июля, на День независимости США. Но и прикол в том, что он реально очень похож. Всё одно и то же. Строение, все там здания, деревья. Всё прям, прям всё один в один, но это совсем другой район. Такой вот прикол. Ну вот тут часто в Америке такое всё. Похоже очень. Вот особенно в городах одноэтажных, где Америка. И нам интересно посмотреть, как этот Смит сделан, поэтому мы не поехали в наш. А здесь как раз рядом с Коско прям напротив, через милю приехали. Реально, Смит вообще по-другому сделан. Чё ещё? Ну вот мы идём. Да, даже вывески, смотрите, другие. Прикольно. Я хочу авокадо. Эээ. А чё оно такое дорогое? Что ты такой дорогой авокадо? Что ты такой дорогой такой? Немножко-то, немножко. Ку-ку. Возьму бананы и пойду искать Пашку. Потому что он куда-то убежал от меня. А, не, я его вижу. Он же за ветчиной пошёл. О, вкусняшки. Проходим мимо. Ещё одни вкусняшки. Ну подойдём только глазочком взглянём и побежим. Заглянули? Бежим. Ничего? Тут нет моей ветчины, которую я ею. Возьми другую. Возьми Black Forest. Фу. В смысле? Хорошая ветчина. Как это называется? Black Forest. Что ещё? Давай попробуем вот такую. Honeycoat. Maple blazed honeycoat. Turkey breast. Нормально? Так в английский надо сговорить? Да, конечно. Поговорим хорошо. Поговорим английский. Поговорим. Я специально одела рубашку с длинными руками, потому что в магазинах всегда кондиционеры такие очень сильные. Но мне всё равно холодно. Она вообще меня не спасает. Она тонкая очень. Думала, может, она чуть-чуть меня спасёт, потому что в кофту как бы неохота с собой затаскать. Вот, Паша всё стоит в очереди. Очень весело. Паша меня отправил за тележкой, пока он стоит там в очереди, потому что я вспомнила, что мне ещё надо курицы купить, и ещё чай-нибудь, раз уж мы не в смете, то надо сразу побольше закупиться, чтобы не ездить по сто раз по магазинам. Вот. Почему бы не покататься? Жесть, как он ей управляет? Вернулись домой, разобрали все продукты, пакеты, коробки, и Катя уже готовит ужин. Ужин это? Ужин, ужин, наверное. Так-то да, кстати. Ну и что ты будешь готовить, рассказывай нам. Спагетти с креветками. В томатном соусе. У меня здесь уже варятся спагетти. Уже они скоро сварятся. И я сейчас буду жарить креветки, буду жарить с чесноком и с томатами. Так, выключаем. Сковородку. Наливаем туда масло. Я пользуюсь маслом авокадо в последнее время. Я очень рад. У нас кулинарное шоу. И да, кулинарное шоу. Так, я уже порезала помидорки. Я их сейчас вместе с креветками потушу, мелко их порезала. И вот креветки. Я их помыла, почистила. Так, чесночок уже поджаривается. И я сейчас кидаю сюда креветки. Ужига, как много. Так. Посыплю креветки паприкой, которая закрыта. Так, пожалуйста. Так, я посолила уже их. И сейчас перчиком. Так вот сделаем. Ой, паприкой. Она, ну, такая сладкая, и поэтому можно не жалеть, чтобы все вкусно было. Они жарятся немножечко. Но они уже почти пожарились. Уже розовые такие. Угу. Так, макалоны уже сварились. Ой, спагетти уже сварились. Вот их слить. Нужна тебе моя помощь профессиональная. Я снимаю, как ты сливаешь с подлитки. Ну, ладно. Очень интересно. Вообще. Теперь можно добавить помидорки сюда. Вместе с чесночком. Она немножко сейчас потушится, и я добавлю еще томатную пасту. Ты будешь рассказывать рецепт томатной пасты? Томатная паста берешь, и немножко разводишь водичкой, и все. А сахаром? Ну, можно сахара чуть-чуть добавить, каких-то приправ. Ну, это уже кто как любит. Не знаю. Я делаю очень просто, быстро. Вот как, короче. Профессионально. Угу. Так, надо было ее сделать по жиже. По жиже. Хотя нет, тут водички много. Все, что нормально. И, ну, еще немножко сейчас потушится. Буквально капелюшку. Две минутки. И сюда спагетти. И все. Так, теперь я сюда уже отваренные спагетти кладу. И все это надо аккуратно перемешать. И все готово. Это ключевое слово. Аккуратно. Это очень ключевое. Вот так выглядит наш ужин. Катя еще сделала салатик. И это креветки со спагетти по меси на Катевски. Всем, кто тоже кушает, приятного аппетита. Да. А знаете, куда мы сейчас пойдем? Пашка уже убивается. Надо взять с собой водички обязательно. Но так неудобно ходить. Ха. Только одна бутылка холодная. Или ты уже взял? Я уже взял. Ага, ну ладно. Так неудобно ходить с этими бутылками. Вообще. Надо съехать купить нормальные. Да, кстати. Катах удобно пить. Вот. Ладно, все. Мы пошли. Ребята, мы так-то уже вернулись в спортзал и будем сейчас отдыхать. Поэтому наш лог подходит к концу. Всем, кто был вместе с нами, спасибо большое. Большое, про-большое. Что это было? Просто так. Ладно, ребят, всем пока-пока. Пока-пока. Что ты такой дорогой? Что ты такой дорогой? Что ты дорогой такой? Немножко-то немножко ку-ку. Субтитры сделал DimaTorzok